МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поземельно-селянский банк у Витебску. Финансовая цитадель, обязанная усилять безмежную повагу и тропятение перед экономичной величью Российской империи. Бездокорная городская эклектика, выполненная по всех канонах обороншей архитектуры. Но для чего-то потребовалось обсталевывать головное финансовое кирование аграрного сектора атрибутами военного застрашивания. И как вышло, что подчас другой Сусветной войны «Будынок Витебского банка» не был выявлены ни одним из самолетов-бомбардировщиков. Какие секреты стоят у своих недоступных сховищах, это поважный помник имперской архитектуры. Архитектуры Беларуси. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больш за ста годзе тому сельская господарка российских и белорусских земель знаходилася у вельми кепским стане. Миллионы гектаров простоевали десятигодзями. Их просто нема кому было опрацовывать. Для выправления ситуации у концы 19-го ста годзе было принято решение обстворений поземельных банков, які б выдавали пазыки на куплю участков бедным селянам. Указ был особисто подписаный царом, после чего почалося грандиозное будовництва новых финансовых установ по всей империи. Будынок поземельного банка у Витебска и он относится уже, коли хочете, до другой генерации банков. Коли банки 1860-х, 80-х годов мели перш на усе великую залю для операцей, а усе остатнее было другасным, то банки початку 20-го ста годзе уже плановалися по іншим. Там было вельми шмат додатковых помешканню с кватерами для супрацовников, с поштой и іншими элементами. Вось, приклад Витебске, это якраз банк такого берееду, где было вельми шмат функциональных помешканню. Там нема один такой простор, а усе остатнее неважно. Тут важные элементы. Там, коли мы глядзим на вежи, глядзим на фасады, бачим, что там безлеч помешканню в окнах. И это уже как бы другий узровень, больше высокий у плановании внутренней просторы банка. У целым банки, вокзалы, светские громадские будинки конца 19-го ста годзя у Российской империи, и они адрознівалися вельми доброй организацией, просторы, продуманностью, и на их тратили серьезные гроши. Чому они дешли до нашего часа, бо они побудаваны вельми дыхтовно и надзейно. А банки, как бы вылучаться, сярод иншой архитектуры, еще и наймали лепших архитекторов. Коли хочете, это была реклама, имиджевая такая речь, побудовать пригоджейшим у конкурентам. У былые часы, эти улицы были самой ускрайной Витебска. Певная отдаленность банковского будинка от центра города была целиком оправданная, бо основными клиентами этой установы были сяляни, которые приезжали в город на Брычках, Фурманках и загружающего теми центра было совсем непожиданно. Будовничество поземельного банка по чертежам архитектора Тарасова было распочато в 1913 году и закончено уже просто 4 года. Главной задачей архитектора было проектование будинка, здольного уразить уявление обычного селянина, усилить ему почутствие надеянности и добробыту. Для этого выкористовывался псевдо-русский архитектурный стиль, вельми расповсюдженный в начале 100 года. Конечно, это худший модерн, но если посмотреть на элементы, на то, что он имеет вежи, куты фланкированные вежами, вежи с шатрами на версии, такое завершение так само вельми классичное в таком московском и новгородском стиле, это, конечно, отсылка до русской культуры, тем более, что архитектором был человек с Санкт-Петербурга, вельми таллиновитый, а для него это было своим близким и родным. Простому человеку было психологично простей расшифровать эти ровно великие объемы совершенне севдо-бойниц, севдо-бойниц, удаденым выпадку. Завершается шатром, який бачно сменяю спрыняття инших объектов. Гэтай рысы по-своему узорная для стилю арт-нуво, внешне вельми подобный на модерн, але адрозневается безглуздым скаженнем линей фасада. У декоративном оздобленні выкарастаны элементы, запазычанная со старожитно-русской архитектуры, выгнутые обрысы, кокошниковые надваконни, колоны дыньки, буйны бриллиантовый руст и головы птушек. Аднак для арт-нуво объемы гэтага будынка недостатково злитые. Яны не ператякаюць адзину други, декор не робець хвалепадобных скачков, отсутничая характерная для стилизации вытягнутость элементов. Центральная частка головного фасада вылучана рызалитом, выступающим за меже объема будынка элементом и завершана фронтоном с мазайчным майоликовым панно, у центра якого намаляваны вершник з узнятым мячом. Гэта варыяция на тему гербопагоня. Такий фундаментальный будынок целком мог дозволить банкирам тримать оборону от неопрошенных гостей у лихие революционные годы. Шмат элементов тут такие, які якбы и функционально не надо потребны. Пусть, например, там есть балконы на головном фасаде, но на воштай они в банковом будынку, офисном будынке. Не они не потребны, чтобы выйти нехто там отпочевать, что ли. Нет. А не сделаны, был цикавый элемент, выступая, под ним тимненькая буди. Ну, так, выразно. То же самое и завершение веже. Остые мыши кули, які подтримливают гзынс. Их на угол могло и не быть. Они просто подтримливают выступы гзынса. Кабьон, ну, не упал вниз под тежаром этого шатра. И он бы и так не упал, все было там добро. Звышайно в той час уже там замацовывали металличными такими хронштейнами, анкерами, анкерами, все было добро. Але в этой хронштейне мы вельми добро працуют на образы стародавней русской архитектуры и на облабороншей архитектуры. внутренняя планировка будинка калидорного типа. Центральная частка мая однобаковый калидор, боковые частки двухбаковые. На первом по версии банка находились службовые кабинеты, роскошный холл, кватера курьера и приемная для наведовольников. Зала посаджения и кабинеты размещались на другом поверхе. Цикаво, что тут повинны были жить и служащие, для их были обсталеваны приватные кватеры. Цокольный поверх займал архив и господарчая помешканье. Скористовывались новые на той час прогрессивные будовничные материалы, например, межповерховые перекрытия, лесвичные приступки и подоконные плиты сделаны с железобетоном. Столярку делали из лепших пород дубов. У будинку была мясцовая электричная станция, водопровод, водяное отяпленье, приточно-вытяжная вентиляция и канализация со станцией биологичной очистки. Практично усе внутренное здобленье будинка оригинал от подлоги до в окнах. Засталося навод банковское сховище. Цинизм парадокс ситуации в том, что этот поземельный банк никогда не працавал по своим наупростовым призначением. Завершение будовництва ссупало с революцией 1917 года, кали де-факто уже отмавлялися от грошового оборота. А само будовництва припало наперед Первой Сусветной войны, кали Витебский край знаходился вельми недалеко от боевых падей и, конечно, необходной колькости ресурсов и махчинностей не было. Тому суд, что на углу был добудован и прошел праз перед Другой Сусветной войной. Паводля объемно-планировочного выражения усе будынки пазямель населенских банков шматучим подобные. Двухповерховый объем с симметричной композиции плана с центральным крыху высунутым наперед резолитом заживаннем ордера и ляпного декора. Дякуючи усім гэтым элементам аутеры досягали вонковой выразности и монументальности будынков. Тяжейшему рустованному першому поверху протеставляліся гладкие плоскости стен другого поверха з великими аркоподобными вокнами, які давали багато святла операцийной зале і одночасово подкресливали планировочную структуру на фасаде. Дзелі узбогачення пластыки головного фасада аутеры проєктаў увяли пилястры, складаные карнізы, орнаментованые парапеты. Можно лечись, што оформленье фасаду звязано з мотывами классицизму, однак усе банковскі будынки контрастно вылучаліся сярот новокольной забудовы своєй масштабністю, мастацкай целостністю ворошення, высокой якостю будовнічих работ. Русский стиль і он потребував і використання таких познавальних элементів той старой архітектуры звичайно там шестнадцатого, семнадцатого, ну, восемнадцатого ста годзям. І тут але матеріал уже був інший. Там древа, а тут камінний матеріал. І тому яны отримлювалися такі, ну, вигляді імітацій, навіть, ну, саскажінними пропорціями. такі, але нагадували. роздаліся, роздаліся, таких будинках обрамляются колоннами якие пошираются до центра и служиваются у подморку в окне дробные алле частые переважают простокутные формы часом закругляются до горы упрыгоживаются висячей гиркой великое окно у дровляной архитектуры пробить было тяжковато более лики пролет там почти провисать древние а у камни в этом углу можно было зарабить али было пожара на великое там у рабили спараны в окне мурованной архитектуры и отдаленно так побачь а лишь нагадывали великое окно на якое хотелось иметь там у дровляном буду у часы другой сусветной войны у будинку размещались а немецкая комендатура и гестапо у подвале турма камеры катаванню и расстрельный покой уникальная форма даху и уписанность банка у новокольный ландшафт да помогли будинку идеально злиться с мясцовостью подчас ночных бомбованьев ягоня выявил не один самолет электронного наведения тады не исновало за усю стогадовую историю пазямельно-селянского банка ягоня осмелилась и зачапить не одна уладная рука и это не дивно пакуль у чаловечий души перевожая тяга домостатства а не сквапность тяга